Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация по данному управлению Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия характеризуется 285 новыми случаями новой коронавирусной инфекции, зарегистрированной на территории нашей республики. Это высокий уровень зарегистрированных новых случаев, при этом в городе Якутске зарегистрировано 148 новых случаев. 15 случаев остаётся зарегистрированным в Неренгринском районе, по 13 случаев зарегистрировано в Мегино-Кангаласском и Намском районах. 12 случаев Алданский, 11 Мернинский, 8 Уселданский. Все районы, которые сегодня имеют высокое количество заболевших на территории своих районов, относятся к антилидерам республики по вакцинации. И, условно говоря, их показатели по вакцинации ниже, чем среднереспубликанские. От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 15 районах. На сегодня напряжённой мы называем и под осумным контролем находится ситуация в Вилюйском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Уселданском и Хангаласких районах. Что касается города Якутска, вчера были развернуты койки, дополнительные койки реанимационного характера в целях снятия напряжения по наличию мест и дополнительные койки амбулаторного характера в целях, соответственно, разрешения ситуации по наличию коек. На все стационары, которые новые, организованные, они укомплектованы как медицинскими работниками, так и, соответственно, в оперативном порядке всем необходимым медицинским оборудованием. На лечение в тяжёлом состоянии у нас сегодня увеличилось количество, уже находится 190 пациентов, в том числе на ИВЛ 35 пациентов. 21% от общего количества больных – это дети. На настоящий момент первую вакцину получили 373 974 человека, что составляет 52,2% от общего количества взрослого населения на территории Республики Саха-Якутия. У нас идёт, значит, хоть и небольшими темпами, но ревакцинация. За неделю просто ревакцинировано было уже около тоже плюсом, значит, около 10 тысяч, и сегодня ревакцинировано 20 807 человек. Во всех районах Республики вакцина имеется в достаточных количествах. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент, значит, мы готовимся прежде всего к мероприятиям, которые направлены на снижение, увеличение количества случаев, значит, на снижение случаев тяжёлых осложнений заболеваний, на снижение случаев заболевания через механизм и через вакцинацию как таковую. Все медицинские организации Республики, уровня центральных районных больниц, значит, соответственно, всё первичное звено готово и осуществляет все меры, необходимые для того, чтобы лечить новую коронавирусную инфекцию, но и также и ждёт всех на вакцинальных участках.